рассмотрим еще один инструмент преобразование в гимпе который называется вращение чтобы его активировать необходимо зайти в пункт меню инструменты далее преобразование и здесь найти вращение или щелкнуть по специальной пиктограммки на панели инструментов вращение после этого у нас будут доступны настройки данного инструмента в параметрах инструментов если вы здесь сделали какие-то изменения в настройках то можно и сбросить щелкнуть по специальной кнопке в нижней части данного вкладки и восстановить значение по умолчанию что мы сейчас и сделаем рассмотрим простое тестовое наше изображение и рассмотрим как работает данный инструмент дело в том что вращение можно отнести не только к слоям но и к выделениям и контурам дело в том что как у всех инструментов у инструмента вращения есть основные режимы и то на чем данный инструмент и с чем соответственно он будет работать по умолчанию у нас всегда активируется преобразование слой во вкладке настроек вращения и чтобы повернуть например слой нашего тестовое изображение он представлен одним слоем под названием фон нам необходимо щелкнуть по данному слою левой кнопкой мыши после этого у нас появляется небольшая рамочка с центральной точкой и небольшое окошко где мы можем задать положение центральной точки вот этой которая находится в центре или ее самим переместить здесь же можно указать угол на которые данное вращение будет производиться также если вас все это не устраивает вы можете сюда сбросить эти настройки давайте повернем данный слой просто произвольно обратите внимание что у нас сейчас в настройках включен режим под названием показывать предпросмотр если он выключен то мы не видим как непосредственно поворачивается наш слой видно будет только одна рамка это нужно чтобы одновременно снизить нагрузку на центральный процессор ну и с другой стороны чтобы упростить иногда если сцена и соответственно наше изображение достаточно большого размера но мы включим данный параметр здесь же также бы обратите внимание что у нас имеются такие же настройки мы можем создавать внутри рамки вращения дополнительные линии с помощью которых мы можем лучше соответственно произвести вращение и более качественно выровнять его также есть специальный пункт где мы можем ограничить вращение на угол 15 градусов и в результате этого вращения у нас будут как бы залипать наша слой во время вращения на каждые 15 градусов это бывает иногда очень полезно снимем данный параметр также обратим те внимание на настройки это типы соответственно вращение направление обычная его еще называют просто вперед и корректирующая назад дело в том что когда выбран пункт обычная мы поворачиваем наше данный момент изображение данный слой в ту же сторону в которой и будет в дальнейшем откорректировано данное вращение то есть если мы сейчас нажмем на специальном окошке повернуть или клавишу enter то наше наш слой повернется именно в ту сторону в которую мы совершаем данное вращение продемонстрируем это нажмем повернуть идет обработка и мы поворачиваем отменим действие используя историю действий а теперь то же самое сделаем но используем пункт корректирующие назад обратите внимание я повернул наш слой и теперь нажму повернуть или enter на клавиатуре и наш слой повернулся в другую сторону именно вот этот пункт и называется корректирующий назад его часто использую для того чтобы откорректировать линию горизонта при ее завале на изображениях мы обязательно это сейчас попробуем и посмотрим как это делается следующий пункт такой как интерполяция и обрезка ну интерполяция чаще по умолчанию убирается кубическая если без нее то может получиться эффект лесенки без интерполяции линейная более быстрая кубическая достаточно более качественно остальные типы можно использовать но они могут добавлять добавлять некие артефакты на изображение обратите внимание что во время поворота у нас было выбран пункт обрезка настройках с полями и размер слой у нас увеличился если мы сейчас переключимся на инструмент перемещения что я сейчас сделаю и подвигаю наш слой обратите внимание что мы не потеряли информацию и она осталась просто область которая сейчас данный момент закрыта и представлена нашим холстом она отсекает ее и мы ее не видим всего нашего слоя который мы повернули а если же мы например воспользовались другими например настройками данного поля обрезка например не с полям а без полей или в прямоугольники пропорционально что мы сейчас попробуем например возьмите без полей выберем и совершим тот же сам поворот сейчас откатим назад действия вы выбрана у нас без полей и опять же совершим тот же поворот перейдем в режим перемещения слоя обратите внимание мы обрезали соответственно те части которые не вошли в наше изображение в результате поворота это вот такой нюанс на это нужно тоже обращать внимание откатимся действия назад ну самое главное запомните что данный инструмент можно использовать для вращения не только слоя но и например выделения давайте создадим простое выделение выберем основу наш инструмент вращение преобразование в отделение и все то же самое мы можем вращать в отделении также если у нас есть контур созданный с помощью инструмента контура кривые то мы можем также вращать и контур если выберем этот режим в настройках данного инструмента а теперь вернемся к изображению тестовым и посмотрим как мы можем использовать это вращение на примере закроем на это изображение она нам больше не нужно и вот перед нами небольшая тестовая такая фотография где есть немножко заваленный горизонт и мы хотим его выровнять дело в том что выравнивать горизонт можно используя для более правильного выравнивания например сетку которую можно включить используя вид показать сетку и также можно ее настроить в пункты меню изображения далее настроить сетку или можно воспользовать обычными направляющими чтобы создать направляющие мы просто берем щелкаем левой кнопкой на нашей линейке и тянем ее не отпуская нашу направляющую создали теперь переходим наш инструмент выбираем преобразование слои здесь можно в данный момент оставить корректирующие это не так важно я выберу обычный интерполяция будет кубической обрезку возьмем пропорциональная и повернем наш слой так чтобы наши направляющие было параллельно горизонту это можно сделать более точно используя соответственно ручные настройки и указав непосредственно угол но в данный момент мы сделаем на глаз и нажмем повернуть обратить внимание что мы повернули изображение обрезка произошла в режиме пропорциональная и у нас образовалась слой чуть чуть меньшего размера и соответственно он не умещается в размер нашего холста направляющий нам больше не нужно мы можем брать для этого просто щелкнем пункт направляющие далее удалить направляющую и теперь давайте уберем вот этот край который у нас образовался соответственно размер нашего слой не соответствует размеру всего холста и чтобы это откорректировать нам теперь необходимо просто щелкнуть в изображение и далее здесь можно два варианта выбрать это обрезать до содержимого или например выбрать холст по размеру слоев но мы выберем пункт обрезать до содержимого и в результате наша наш слой наше изображение и наш холст теперь одинаково размер и соответствует друг другу и мы таким образом просто и очень быстро повернули изображение отрегулировали линию горизонта и не пришлось нам потом использовать например инструмент кадрирования вот таким например способом очень простым можно использовать этот инструмент дело в том что такой инструмент как перемещение и вращение они очень часто используются при редактировании и создании различных изображений большое спасибо увидимся в следующих видео до свидания